Издательство «Миф» представляет Предисловие В эту аудиокнигу вошло несколько моих работ последних лет. Я решил собрать здесь тексты, которые, как мне кажется, дают наиболее ясное представление о принципах логотерапии и ее применении на практике. Они дополняют и расширяют обсуждение этой психотерапевтической системы, которая началась в других статьях и эссе, и знакомят с ее особенностями. Слушатели иногда пытались найти статьи, указанные в библиографическом списке, но большинство из них публиковались в профессиональных журналах, выходивших относительно скромными тиражами. Надеюсь, что мой сборник послужит введением в логотерапию и источником информации для всех, кого интересует это направление в психологии. Я посчитал важным сохранить статьи в более или менее первозданном виде и не перерабатывать их так, чтобы получилась четко структурированная аудиокнига. Каждая из публикаций была новаторской в свое время. На момент печати. Поэтому здесь новый материал сочетается со старым, а свежие идеи соседствуют с уже известными. Я вовсе не хочу сказать, что просто собрал весь материал по теме. Любая статья представляет собой отдельную законченную работу. По-моему, не слишком мудро разрушать эту изначальную целостность ради искусственной структуры. Так как большинство статей уже знакомы слушателям, по дидактическим соображениям я воздержался от серьезного редактирования и пересмотра. Также я позволил себе сохранить разговорный стиль изложения. Конечно, при таком подходе не исключены частичные повторы, но чтобы их избежать, пришлось бы переделывать все статьи, подгоняя их под общую структуру. К тому же, представляется, что такое дублирование вполне оправдано дидактически и в конечном счете будет полезным для слушателя. В особенности, потому что повторы относятся к основным принципам логотерапии. В каждой работе они даются в различных контекстах, что позволяет рассмотреть их с разных сторон. По возможности, я везде сохранял названия статей и их содержания такими, какими они были при первой публикации. В случае, когда требовалось минимально сопоставить материалы, я изменил заголовки, чтобы они соответствовали формату данного сборника. Очевидно, стоит объяснить, почему для своей книги я выбрал название «Психотерапия и экзистенциализм». Логотерапия — одна из психотерапевтических направлений. Некоторые авторы считают, что она относится к так называемой экзистенциальной психиатрии. Еще в 1930-е годы я предложил альтернативное понятие — экзистенциоанализ, отражающая суть логотерапии. Этот термин я придумал еще в 1920-х годах. Когда американские специалисты начали публиковать о нем статьи, они перевели его как экзистенциальный анализ. Однако точно так же они называли учение покойного Людвига Бенцвангера, который с 1940-х годов выбрал для своей концепции термин «дозайн-анализ». Людвиг Бенцвангер, 1881-1966. Швейцарский психиатр и философ, основоположник экзистенциальной психологии. Таким образом, понятие «экзистенциальный анализ» приобрело двойной смысл. Чтобы не было путаницы, я буду использовать его только применительно к логотерапии и по возможности воздержусь от употребления синонима, возникшего как перевод термина «экзистенциоанализ». Что касается экзистенциальной психиатрии или экзистенциализма, в его наиболее общем, всеохватном смысле, можно с уверенностью утверждать, что трактовок здесь существует столько же, сколько и самих экзистенциалистов. В рамках этой аудиокниги на мнение одних мы будем опираться, а других подвергнем критике. Вторые даже не сознают, что в действительности неправильно толкуют и употребляют фразы, заимствованные из терминологии «истинных экзистенциалистов». В заключение я хочу от души поблагодарить всех, кто дал мне ценные советы и помогал редактировать рукописи еще до их публикации в этой книге. Я надеюсь, никто не будет на меня в обиде, если я просто перечислю имена и не стану оценивать помощь и вклад каждого в отдельности. Я ценю каждого и чувствую себя в долгу перед этими людьми. С большим удовольствием выражаю благодарность и признательность Гордону Олпорту, Хайнцу Ансбахеру, Джозефу Фабри, покойному Эмилю Гутейлу, Элеоноре Янс, Полу Джонсону, Мелвину Кимблу, Дэниелу Курланду, Роберту Лесли, Лестеру Рэмпли, Рэндальфу Саснету, Дональду Твиди-младшему, Адриану Ван Кааму, Джорджу Влахасу, Вернеру фон Альвин Слебину, Рольфу фон Экк-Картсбергу, Миссис Уолтер Вайскопф, Антонии Венкарт и Юлиусу Винклеру. Виктор Франкл. Вена, 1967 год.